Ребята, всем привет! У нас уже, я даже точно не знаю, какой день путешествия. Сегодня заночевали у подножья такой большой, где-то здесь, снежной горы. Вот же она. На аристерии возле городка с очень интересным названием. Называется он weed. Это, если вы знаете, называют так траву. Но с этим она никакой связи не имеет. Это уже в наше время так. Начали его с этим ассоциировать. Сегодня решили, что хватит на сбор и пора отправляться к океану. Решили, что дальше в Орегон и Вашингтон ехать не будем, а поедем. К океану в самую северную часть Калифорнии и вдоль океана будем уже спускаться в сторону Сан-Франциско, а потом оттуда в сторону Лос-Анджелеса. Изначально, конечно, очень хотели побывать в Орегоне и Вашингтоне тоже, но приехав сюда и увидев эти цены на бензин, подумали, что можем слегка не осилить это. Ну а сейчас нам предстоит 3-4 часовая поездка к океану. И, кстати, она будет лежать через Орегон. Мы чуть-чуть заедем в Орегон, сделаем такой небольшой круг и вернемся обратно в Калифорнию. Субтитры сделал DimaTorzok Доехали мы до океана, наконец-то. Вот он, Тихий океан. Сейчас находимся в городке Crescent City, который находится на самом северо-западе Калифорнии. Небольшой такой приокеанский городок. Хотелось начать нашу околоокеанскую поездку именно с самой северной точкой Калифорнии, не где-то Сан-Франциско, а именно отсюда. Но погода что-то совсем не океанская. Холодно. Сейчас 15 градусов, такой прохладный ветер с океана. У меня 12 показывает. И, судя по всему, в этом океане покупаться нам удастся не очень скоро. Нет, я не хочу этого говорить вслух. Ну, говори. Или вообще не удастся. Но, я надеюсь, удастся. Это земляника. Где земляника? Или клубника. Откуда ты знаешь? Сто процентов. Я по цветочкам. Вот она. Нет? У нас это ботаник. Класс. Судничка. А ну, киш. Очень красивая здесь прибрежная зона. Здесь, получается, много таких камней в воде, от которых бьются волны. А сейчас будем направляться там вдоль воды есть аж до самого Лос-Анджелеса дорога, которая называется Highway No 1. Очень знаменитая и красивая дорога. Именно по ней мы сейчас начнем наш путь в сторону Сан-Франциско. Но, думаю, до Сан-Франциско у нас доехать займет пару дней. Сильно спешить не хотим. Хотим все посмотреть, всем насладиться. Сначала, прежде чем куда-то ехать, решили заехать в наш любимый Walmart, купить немного провизии, потому что кто знает, когда будет следующий нормальный магазин. Немного купили продуктов, потому что я смотрел по карте, по этой трассе, которая вдоль океана. Немного городков и там мало таких магазинов, как Walmart на нашем пути было, поэтому решили чуть-чуть скупиться. Мое любимое слово – скупиться. Вот здесь его напишешь? Да, напишу специально для тебя. Обратили внимание, в Walmart увидели очень много странных людей. Наверное, в Калифорнии тут принято быть на своей волне и странно выглядеть, и странно себя вести. Но это очень бросилось в глаза. Мне кажется, мы так очень часто говорим. Ну, да нет, второй раз. До этого было только в Сент-Луисе. Не, не в Сент-Луисе, а в Денвере. В Денвере – это понятно. Сейчас опять едем к океану, и в этом городке проедем вдоль океана. Потом надо будет найти заправку, заправиться, потому что заправок тоже вдоль океана не очень много. Ну и цены там, наверное, на бензин тоже дороже, чем здесь. Хотя здесь я увидел 3,82 за галлон. Аж печально становится от этой цены на бензин. Подъехали к такому пирсу. Вообще, интересный городок этот, Кресент-Сити. Очень много красивых домиков таких, видно, ухоженных. Везде много цветов. Все очень классно выглядит. Здесь, на побережье, есть такой островок с очень старым маяком. В красивом тоже возле него очень много цветов. Видно, что там или кто-то живет, или просто очень хорошо за этим следят. Садят там цветы и выращивают. Операция Настя и Чайки продолжается. Давай, сейчас бегу на них. Они бедные, еле летают. Этот не похож на бедного. Не боишься, что они тебя съедят? Они не могут взлететь. Ветер они кто-то навезут. А вот смотрите, какой в одежке. Я бы от такой одежки тоже не отказалась. Три плавают. Только что проезжали у воды и услышали такие дикие крики. И увидели, что здесь реабилитационный центр для морских котиков и морских слонов. Он один из них сейчас кричит. Здесь такие совсем маленькие котики, которые мы разговаривали с девушкой, которая здесь работает. Они их находят травмированными. И вот, допустим, вот эти два им всего лишь по месяцу. Они совсем молодые. Они их здесь вылечивают. И ихняя цель потом выпустить их обратно на природу. И вон они какие совсем маленькие. Этот вообще голова в зеленке. Такие, конечно, они классные. Но они так кричат, что непонятно. Или они кричат просто потому, что они всегда так звуки издают. Или потому, что им больно. Очень хорошо, что есть такие организации, которые занимаются спасением. Нам девушка сказала, что дальше, куда мы едем, недалеко отсюда есть место, где их очень много. И можно увидеть их в дикой природе. Поэтому сейчас поедем туда, хотим на них очень посмотреть. Никогда их не видели в дикой природе. Звуки они издают, прям как Настя. Какие звуки они издают? А маленькие? Маленький как будто спал и храпел. То, о чем я и говорил. Бензин по 3,85. Как здесь люди живут, я не понимаю. Приехали смотреть на морских котиков и еще всяких слонов. Но для начала их нужно найти, потому что что-то мы их не слышим. И смотрите, какой тут знак. Не оставляйте котят или котов. Это же каким избергом нужно быть, чтобы сюда привезти и кинуть котят или котов на сведение морским котам наверх. Но если знак висит, то я думаю, бывали такие ужасные случаи. Как ты думаешь? Не хочу об этом думать. Не нашла? Нет, где? Вон они, вот там. Мы не туда приехали. Где? Вот там, на ко мне? На мутех, да. Посмотри, вот этот колосок, тут как будто личинки какие-то висят, да? Ну да. Смотри, фууу. Ботаник Настя продолжает свои исследования. Ну что, слышишь? Эээ, а почему ты так слезу? Аккуратно. Красиво? Ух ты! Пятерка давай. Не дам. Трочно только дам тебе. Не тройка. Куда ты лезешь? Для собаки. А, собаки туда пошли. Фу, ты так жарко стало. Забрались на огромный камень в воде. Такой большой булыжник с деревьями, с травой. Но морских котиков здесь внизу нет. Но мы узнали по звуку, что они есть вон там или там. Где-то там, вон там. Где? Я не могу понять. В общем, где-то возле этого пирса, в другой стороне, где-то там есть. А, вот, вон там. Да, вот тут они точны. А еще там в море какой-то прибор дудит. Какой-то или звуковой маяк, или я не знаю, как они правильно называются. Но с периодичностью в несколько секунд он издает такой сигнал. Ну или один из этих буйков. Мне или кажется, или погода начинает меняться в лучшую сторону. Вроде вышло солнце и даже немного греет. Но ветер все равно не очень приятный. Ну или потому что мы забирались на вот этот камень, скалу, или как его назвать, и тем самым согрелись. Как ты думаешь? Я думаю, солнце просто вышло. Будет солнечко. Типа обманка? Ну, типа да, солнце вышло и показалось, что стало тепло. На самом деле не стало тепло, потому что солнце вышло. Возможно и так. Рыя! Летишь? Куда летишь? Смотри, смотри, маска. Такие классные три собаки, которые бегали на этих камнях на перегонке, кто быстрее вверх соберется. А сейчас у них купательные процедуры. Но нас зовут морские котики, и нужно ехать к ним. А точнее, бежать. Котики. Это не котики, это люди. Вон же они на вот этих двух штуках в воде. Их очень много. И, может, вы слышите, но не знаю, из-за ветра, может, не слышно, они сейчас издают много звуков. Такие прикольные. Фурные! Тюлени. Не тюлени или морские котики? Нет, они морские львы. Смотри, смотри. Какая разница? А, тюлени типа на севере живут, да? Вон лапу поднял, мыху проветривает. А вон один в воде, видишь? Нет, где? Вылазим, вылазим. Видишь, вон голова торчит. Вообще, они просто нереально крутые. Вот у них жизнь и жизнь, а сказка. Лежат, их приходят, здесь кормят. Вписано висит табличка, что не кормите этих котиков, так как их каждый день кормят, и они на специальной диете. На солнышке греются, видно, что изредка в воду опускаются и хорошо себя чувствуют. Наверное, они в воду заходят только когда их кормят. Настоящие котики спят и едят, спят и едят. Гадят. Ну, я думаю, тут хотя бы незаметно. Но парочку из них мы увидели, которые плавали. И то они маленькие были, наверное, и гривые еще слишком, а которые повзрослее видно, что лентяи еще те. Сейчас будем начинать наше движение по дороге, которая находится вдоль океана и идет аж до самого Сан-Диего, аж до самой Мексики. Ну, или где-то там. Так далеко мы по ней ехать не будем, только до Лос-Анджелеса. Ага, нашла мне замена. Все? Променяла? Так он пустой будет. Ну а что ты думала? Он полный? Он только полно выглядит. Ехали мы ехали и увидели по дороге вот такого лесничего и такого быка. Причем, смотрите, у лесничего под кофтой здесь есть свитер. Если вы понимаете, о чем я. Вот такой свитер. И борода. И голубые-голубые глаза, причем он, походу, косоглазый. Какой корабль? Так это реально корабль. А, вот корабль, Настя. Вообще сейчас мы едем, получается, по очередному национальному парку, который называется Redwoods National Forest and Park. Здесь очень много мы едем вдоль дороги огромных деревьев. Такие, типа, как елки. Но они как красные деревья в переводе. Я не знаю, как точно объяснить, что оно есть на самом деле. И Настя просто не может пройти мимо таких цветов. Пахнет, да? Нет. А кто это? Лилии? Я не знаю, если честно. Так, а вот он. Это соль и перец. А вот. Сетиприкун. Щелкунчик сетиприкун. Мне кажется, я полно. Где финчик? Ой, и птица так делает. А ну, покажи, как делать. Ты похожа. Класс! А они, типа, отражают? Нет, это, типа, фонарики включить можно. А сзади, типа, они на этом, на солнечной батарее. А вот олень. Медведь хочет бутылку держать. Медведь бухает? Да. Как я понял, здесь в лес отвозит такая канатная дорога. А эти статуи просто, чтобы заманить посетителей. Но все равно выглядят круто. Едешь-едешь, лес-лес, и тут такой огромный чувак и бычок. Как-то это не очень похоже на забегание. Я боюсь его поломать. А он пустой? Нет. Блак? Плакцый. Дядька! Ну а как же без фотографий на память? Сейчас едем по этому национальному парку Redwoods. И посмотрите, какие здесь огромнейшие деревья. Именно эти деревья называются Redwoods. Это не секвой, но они тоже очень большие. Они не настолько широкие в стволе, но очень высокие. Но и стволы у них тоже не маленькие. Посмотрите на размер этого ствола. Я просто рядом возле него выгляжу как щепка. Вот как выглядит это дерево. Спиленное уже, наверное, оно было старое. Его спилили или оно сначала упало, а потом просто отпилили его часть. И только представьте, сколько ему лет, если каждое кольцо на стволе это один год жизни дерева. Вообще эти деревья называются Redwoods. Они красные внутри и здесь все везде осыпано красной щепой. И вот одно такое дерево, оно было повреждено огнем. И сейчас внутри него такое пространство, и оно идет аж до верха. Но это дерево не мертво, и наверху на нем зеленые ветки. Можно зайти внутрь него, постоять. Но как-то стрёмно здесь, слишком много паутины. Наверное, пауков много в нем живет. Очень необычный лес, очень громоздкий. И я чувствую себя в нем таким маленьким. И реально в нем как-то страшновато, я бы сказал. Учитывая, что здесь сейчас немного людей. Настя вообще отказалась выходить даже из машины. Вот опять мы встретили наших друзей давних. Белополтиков. Белополтиков. Они не Белополтиков. Они не Белополтиков. Они Белополтиков. Ну я не вижу так далеко. Градуйте. Что такое? Я хотела из кадра выйти. Ну выйди из кадра. Ну ладно, давай по-настоящему. На пляж. Побежали. На пляж купаться. Пляж. Пляж. Мы по тебе скучали. Пляж. Реально очень прикольный здесь пляж и такой песок необычно темного цвета. Но все равно круто. Но океан бушует и холодно. Я бы сейчас с огромным удовольствием хотел бы искупнуться, окунуться или просто намочиться. Но реально погода просто аж пронизает. А Настя уже нашла себе занятие. И вот он наш пляж. Второй великолепный калифорнийский закат. Красота нереальная. Очень крутые здесь закаты. И я думаю, ими можно любоваться просто каждый день и никогда от них не уставать. Да? Да. А я на скамейку. Настя даже на скамейку встала ради этого. Ты опять меня преследуешь? Нет. Все, не мешай. Я помню. Я помню. Не мешай. Я помню. Витя. Субтитры создавал DimaTorzok